Вместо протеза год ожидания и страх потерять работу. Так, о своей ситуации отзывается челнинец Владимир Еремин. Инвалид второй группы обратился в программу Челны-24. Его попытки самостоятельно получить протез ноги в фонде социального страхования результата не дали. Владимир Еремин кузнец занимается художественной ковкой. Несмотря на ампутацию ноги, мужчина по-прежнему работает. Большую часть жизни он посвятил любимому делу, а взамен оно помогло пенсионеру начать новую жизнь. После того, как в 2016 году в результате гангрены челнинец потерял ногу. Мне когда ногу отняли, я дома сидел, у меня депрессия началась. Я не видеть, не слышать никого не хотел. Не ел, не пил. В оконцовке опять загремел в больницу. Вот приехали, говорят, что ты валяйся, что сидишь дома, давай, поехали на работу. На момент выхода на работу мужчина написал заявление в фонд социального страхования с просьбой предоставить ему положенный законом бесплатный протез. А чтобы время ожидания не было потрачено впустую, Владимир Валентинович начал осваивать костыли. На этих костылях я первый раз, когда учился, ребра сломал. Как мне протез поставить, поставить третью группу. Ну я согласен, ладно, это рабочая группа. Я говорю, как полноценный человек. Могу ходить, работать. Но почувствовать себя полноценным человеком Владимир Еремин сможет еще не скоро. Как оказалось, процедура получения протеза может затянуться на месяцы. Сейчас непосредственно заключается контракт на сумму 130 миллионов из федерального бюджета на количество 600 протезов нижней конечности. Обеспечение ему предусмотрено где-то до конца года. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации происходит в порядке строгой очереди, отмечают специалисты. Сейчас в базе данных ФСС 11 тысяч заявок. Половина из них уже выполнена. Что касается Владимира Еремина, то получение им протеза лично обещал проконтролировать директор отделения Фонда социального страхования. Кристина Маматова, Ленар Мустафин, Челны, 24.